Работа над фильмом «Мастера и Маргарита» началась задолго до СВО и завершилась до 2022 года, так продюсеры картины отреагировали на обвинения против уехавшего в США режиссера Локшина. Финансирование ВСУ повлияет и скандал на парокат «Мастера и Маргариты» на фронтах отечественной культуры, локальные бои. В российских пабликах военно-патриотической направленности развернулась кампания за запрет только что вышедшего на экраны фильма «Мастера и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, режиссера Михаила Локшина. Чем он не угодил и что происходит на фронтах отечественной культуры, об этом Георгий Бовт. До недавних пор сторонники цензуры требовали в основном запретов, основываясь на содержании того или иного художественного произведения. Когда дело дошло до объявления отдельных писателей уже экстремистами, это не могло в силу требования закона уже не отразиться и на их книгах. Прокатное удостоверение Минкуль тоже выдавал, вернее отзывал, вглядевшись в то, что там наснимал режиссер. Рано или поздно, впрочем, агит компании должны были перейти на новую ступень, когда вместо «не то и не так снято» звучат обвинения «не тот снимал». То есть все политические претензии в случае с «Мастером и Маргаритой» не к содержанию фильма, который зрителям очевидно нравится, а к личности самого режиссера. В случае с Лакшиным, которого родители, большие фанаты СССР, привезли из Америки на историческую родину в 86-м, дело осложняется еще и тем, что в момент получения денег от Российского фонда кино он ни сном, ни духом не мог предвидеть СВО и, соответственно, не смог сформулировать заранее свое к ней отношение. СВО он начал осуждать уже после того, как закончил работать над фильмом. Съемки картины закончились осенью 21-го, после чего Лакшин вернулся в Америку, а доработка картины шла уже без него. Те посты в социальных сетях, которые ему инкриминируют военные патриоты, в частности писатель Прилепин, относятся к осени 22-го года. Что касается слухам, что он переводил деньги на Украину, то, насколько известно, речь шла о помощи некой украинской женщине-режиссеру к ВСУ и их прославлению непричастной. Впрочем, возможно, тучи над очередным осмыслением многострадального романа Булгакова улягутся, поскольку знаковые политические фигуры пока мест молчат, а следующие люди распространяют слухи, что в руководстве российской культуры кино вроде как понравилось. Куда хуже могут обернуться дела для участников российской поп-группы Би-2, фронтмен которой причислен киноагентам. Музыканты имели неосторожность поехать на, судя по всему, не очень грамотно с юридической точки зрения оформленные гастроли в Таиланд, после чего их там, возможно, с подачи бдительного российского консульства арестовали, оштрафовали и приговорили к депортации. Встал вопрос, куда именно. Четверо членов группы въехали в Таиланд по российским паспортам и по тайским законам должны быть депортированы в Россию. Другие имеют израильское и австралийское гражданство. Артисты выступали с критикой СВО, в связи с чем в случае их депортации на родину у них могут возникнуть проблемы не только административного, но и уголовного характера. Кое-кто уже потирает руки в предвкушении. Вот что, например, написал депутат Думы Андрей Луговой в телеграм-канале. «Безусловно, мы ждем их здесь со спортертыми объятиями. Если их суда экстрадируют, то мы обязательно их соответствующим образом примем и в прямом и в приносном смысле». Назвав музыкантов подонками за отношение к СВО, Луговой призвал разобраться с ними Следственный комитет, МВД или ФСБ, призвав также ребятам готовиться. Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах усокамерников. До сих пор против них не возбуждено хотя бы заочно ни уголовного, ни административного дела. На этом фоне местами даже примирительно выглядит пространное интервью режиссера Никиты Михалкова, которую он дал ангентству ТАСС. В интервью он выразил предположение, что СВО закончится, когда будет раскрыта и обезврежена пятая колонна в России. Отвечая на вопрос, готов ли он будет работать с людьми, которые уехали, Михалков сказал, что с теми, кто вернулся с тем же загрузом внутренним, с которым уезжал, из России нет. Однако при этом выделил актрису Ирину Горбачеву, которая вначале выступала против СВО, но потом Михалков увидел интервью, где она рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась, рассказала о движении своей души, почему она изменила свою точку зрения, и я ей верю, сказал мастер, добавив, что готов работать с людьми, которых понимает и уважает. Также он сказал, что ему очень жалко, что уехал Слепаков, который признан иноагентом. Он талантливый человек, рассуждает Михалков, ну вот допустим, приезжает Слепаков и говорит, я такой идиот, я не могу там жить, мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить, вся моя история, все мое здесь, я был неправ. Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал, но поняв его, а с ездящими туда-обратно нет, так что обратная дорога вроде как есть, но это по Михалкову, он действительно большой мастер, другие видят и думают, много проще.